Музыка Буквально на днях одна из самых крупных туристических компаний Нева объявила о приостановке своей деятельности. Это программа главной новости в студии Александр Фельдман. Музыка Для всех наших телезрителей я еще раз напоминаю телефон прямого эфира, где вы можете присоединиться к нашей беседе непосредственно на тему туризма и ситуации, которая произошла буквально на днях с туристической компанией Нева. Телефон 511-9966. И именно тему несостоявшегося отпуска или испорченного праздника мы обсуждаем с моим гостем. Это заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Екатерина Андреевна Барабанова. Добрый день. Добрый день. Спасибо огромное, что вы согласились принять участие в программе. Тема действительно сложная, проблема огромная, большая, коснулась практически всю страну и по предварительным данным больше 70 тысяч, насколько я знаю, пострадавших от деятельности, в частности туристической компании Нева. Нет, немножко неправильная цифра. По оценкам сейчас порядка 4 тысяч человек, россиян, у нас находятся за рубежом и примерно 17 тысяч человек приобрели путевки всего у этой компании. Причем глубина продав до Нового года, то есть туристы собирались выезжать до Нового года. 17, я 70 перепутал, лишка взял. Но так или иначе, так есть официальный сайт туристической компании Нева, который, во-первых, не испарился сайт, о чем свидетельствует то, что эта компания не просто исчезла куда-либо, видимо, возникли какие-то сложности и трудности. Вот тут опубликовано непосредственно обращение, что в связи с невозможностью исполнить свои обязательства перед туристами и заказчиками, по договорам реализации туристического продукта фирма Нева вынуждена объявить о приостановке своей деятельности. Можно ли как-то чуть-чуть поподробнее для наших телезрителей, что это значит? Что значит невозможность исполнить свои обязательства? То есть есть какие-то факторы риска, я так понимаю? Ну, действительно, сейчас ситуация такая, что компания Нева сделала такое объявление о невозможном в дальнейшем реализовывать свои обязательства перед туристами. Но, в принципе, эта компания достаточно порядочно это сделала, то есть официально это объявив, они говорят о том, что сейчас они продолжают работать с туристами, с турагентствами, они дают те документы, которые необходимы для того, чтобы получить туристам обратно свои деньги, они плотно работают в ассоциации турпомощи, чтобы вернуть тех туристов, которые за рубежом сейчас находятся, обратно домой. То есть необходимо сказать, что те туристы, которые действительно у нас сейчас за рубежом, они не брошены, их вывозят, вывозят постоянно по графику их перелетов обратно. Всего 30 туристов со всей России хочет сейчас досрочно вернуться домой, остальные в плановом порядке продолжают свой отдых. И помимо этого страховая компания, страховая компания сейчас готова уже рассматривать все иски на возврат средств, которые к ним поступают. Сегодня около 800 человек со всей России уже подали документы для возврата средств. И страховая компания продолжает собирать эти заявления, чтобы выполнять свои обязательства перед туристами. То есть возвращать им деньги, которые они, туристы, сплатили неве за свой отдых. То есть фактически речь идет в первую очередь, наверное, о каких-то форс-мажорных обстоятельствах, которые повлияли на деятельность туристической компании, нежели о каких-то там непонятных махинациях или каких-то противозаконных актов. Ну да, здесь у нас пока никаких оснований ни у кого нет о том, чтобы говорить, что эта компания там в чем-то непорядочное поступила. Действительно, туризм очень рискованный бизнес по сравнению с другими. Чуть подробнее, да. Почему? Дело в том, что туроператор планирует свою деятельность очень заранее. Еще осенью и зимой планируется вся деятельность на лето. Сколько чартеров будет вылетать на определенное направление, сколько туристов планируется отправить. Бронируются блоки мест в отелях, оплачиваются заранее эти блоки мест, оплачиваются места в самолетах у конкретных авиакомпаний. И если что-то идет не так, то, конечно, огромные финансовые риски компания несет. В частности, если, например, на тот же самый Египт, где постоянно какие-то политическая нестабильность, большое планируется количество вылетов, потому что спрос обычно очень высокий. А потом по причине какой-то форс-мажорной ситуации, революции, войны и так далее, люди отказываются ехать, или страна считается опасной для пребывания граждан, то, конечно, оператор несет огромные потери, которые заранее предугадать невозможно. Ну, то есть, фактически, в зоне рисканных, проблемы, из-за которых это возникает, это экономические могут быть, политические какие-то, погодные, наверное, катаклизмы. То есть, мы знаем ситуацию, когда несколько лет назад было извержение вулкана, вследствие чего над всей Европой было облако, самолеты вылетать не могли, сбились все цепочки регулярных рейсов и чартерных рейсов, которые операторы были вынуждены вывозить своих туристов, то есть, нести огромные дополнительные расходы. У них пропали вот эти средства, внесенные в отель. То есть, такие вещи, которые предугадать, к сожалению, в этой деятельности невозможно. Сейчас немножечко еще вернемся к Неве, в частности, и к нашим туристам. Потому что, насколько я понимаю, какая-то часть туристов, которые попали вот в такие проблемы, в том числе являются жителями республики Татарстан. Есть приблизительная цифра хотя бы, о каком количестве человек мы сейчас говорим? Ну, насколько нам известно, у нас порядка 21 человека примерно находится на территории из Урбежного государства в Болгарии. Нам не поступило ни одной претензии, ни одной жалобы, что этим туристам необходима помощь, что они там выселились из отеля, что они не могут вернуться домой, потому что работает горячая линия в госкомитете. То есть, сейчас люди постоянно обращаются, консультируются, как им вернуть свои деньги, те люди, которые заранее купили свой тур. То есть, у нас пока нет никаких оснований беспокоиться, что наших людей каким-то образом обижаются, где они отдыхают. Я хочу напомнить нашим телезрителям телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться к нашей беседе и выяснить не только об отношении туристической компании НИВА, но и в том числе, в принципе, о планировании своего отпуска с туристическими компаниями без них. Телефон 511-99-66. Милости просим в нашу беседу. Ну вот вы упомянули о телефоне горячей линии непосредственно. Я бы сейчас попросил наших операторов показать небольшую заставку, непосредственно горячая линия для жителей республики Татарстан, пострадавших от прекращения деятельности турфирмы НИВА. 222-8-159. То есть по этому телефону можно будет обратиться и получить хоть какие-то ответы. Да, по этому телефону люди уже обращаются, получают консультации. Больше всего людей беспокоят, какие документы необходимо собрать, куда их направлять для того, чтобы вернуть свои деньги за оплаченные путевки. Ну вот есть маленький нюанс, который мы с вами обговорили буквально о том, что этот телефон стоит автоматической переадресацией лично вам, непосредственно. И в данную секунду, если человек обратится по этому телефону, то он, скорее всего, ответов не получит. Но на самом деле, как только завершится программа, вы сможете ответить на все звонки. Ну что ж, вопрос заключается... Вопрос стоит о том, что многие жители, точнее, люди, которые взяли путевки в какой-либо организации, в частности, они даже не в курсе иногда бывают о том, что они являются, по большому счету, как пользователями туристического агентства НИВА. То есть я правильно понимаю, что желательно проверить сейчас, если у людей есть на данный момент какие-то путевки, кто у них туроператор, правильно? Да, конечно, потому что есть очень опытные туристы, которые приходят в турагентство, конкретно зная, куда они хотят поехать, с каким оператором они хотят поехать, и пользуются турагентством просто для того, чтобы забронировать тур конкретного туроператора. Но, естественно, многие из нас точно не знают никуда, никак это делается, многие едут в первый раз за рубеж, поэтому турагентство им что рекомендует, там они и бронируют эту путевку. Люди действительно могут не знать, через какого оператора они забронировали, и по каким-то причинам турагентство, возможно, не довело до них эту информацию. Поэтому я прошу всех, кто приобрел путевки на лето, кто планирует свой отдых, достать свой договор с турагентом и посмотреть, какой оператор указан в этом договоре. По-моему, очень дельный совет, поэтому, дорогие друзья, внимательно просмотрите все документы. А то, как правило, людей интересует только дата вылета и место, куда они прилетят, и как они уже будут отдыхать. И вот, чтобы этот отпуск не был испорчен, желательно все проверять, не отходя от кассы. Вопрос еще следующего характера. Есть такое понятие, как горящие туры, когда цена довольно-таки занижена. Я бы хотел понять, почему эта цена занижается, какие факторы в это включаются, и насколько опасно или безопасно в такие туры включаться. Я согласна. Действительно, очень многие наши туристы сейчас пользуются горящими турами. В принципе, здесь ничего страшного нет, от чего возникают горящие туры. Это возникает от того, что ближе к дате вылета туроператор понимает, что он забронировал лишнее количество мест в гостинице, или у него остаются пустыми места в самолете, и чтобы эти места окончательно не пропали, он готов снижать цены на конкретный тур, чтобы действительно заполнить как-то самолет или отель. То есть, если мы говорим о надежном крупном туроператоре, то здесь смело можно покупать горящий тур и в него отправляться. Другой вопрос, что очень часто бывает такая ситуация с нашими туристами, мы сталкивались с этим, что они обходят много турагентств. Там везде цена на конкретный отель, на конкретный вылет спиксированная определенную сумму составляет, а в каком-то другом турагентстве им дают цену в несколько раз меньше, и они радостно сразу приобретают этот тур. Я прошу тоже огромное внимание обращать на такие случаи, потому что мы все потребители, мы понимаем, что когда везде одна услуга стоит одну цену, а в каком-то конкретном месте другую, то есть повод насторожиться. То есть, возможно, здесь турагентство по каким-то причинам не очень порядочное, там пытается деньги собрать и исчезнуть и так далее. То есть, не нужно сразу хватать, нужно посмотреть в интернете отзывы об этом операторе, нужно посмотреть, возможно, отзывы об этом агентстве. И нужно все-таки выбирать, если мы говорим об агентстве, крупное турагентство, давно работающее, которое до своей репутации дорожит, и собрав там немного денег, не будет эту репутацию портить и исчезать. Ну вот так или иначе, я, в связи с тем, что я молод, горячий, мне почему-то всегда казалось о том, что чем ближе к дате вылета ты берешь, в принципе, путевку, тем меньше ты рискуешь. Ну а что там, два дня? То есть, ты пришел, тут же купил, тут же силы и полетел, и у тебя вроде как проблем нет. Сейчас речи в большинстве случаев пострадавших, это те люди, которые заранее, за два, за три месяца приобрели путевки. Вот есть ли какой-то такой эквивалент, как правильно? То есть, все-таки моя логика правильная, о том, что желательно за один день до вылета горячий быстренько купил, и слетал, вернулся, и все, вроде как, в порядке успел. Или же все-таки действительно желательно планировать, учитывая, что мы не знаем ситуации и с погодой, и с политикой, и со всем остальным. Ну, я согласна. В принципе, акция раннее бронирование, о которой вы говорите, это нормальная, хорошо действующая акция, чтобы оператору было удобно планировать то количество мест, которым необходимо, он действительно дает большие скидки, если вы бронируете за два-три месяца. Согласна, тут тяжело предугадать погоду, тут тяжело предугадать, что будет летом, получится ли у вас в отпуск поехать и так далее, но тут вы можете экономить какие-то реальные действительно деньги, потому что скидка бывает 25-30%. И все крупные операторы этим пользуются, это акции. Но мы говорим о том, что ситуация с Невой, это форс-мажорная ситуация, это исключение, то есть не надо сейчас думать, что все операторы немедленно прекратят исполнять свои обязательства. Все-таки тут надо выбирать каждому человеку, как ему удобнее действовать, и все-таки выбирать крупное турагентство, давно работающее, и туроператора надежного. Хотя Нева, конечно, тоже была надежным туроператором, давно работающим, но все-таки если мы выбираем обезвестного туроператора, которого есть только сайт в интернете, никто о нем не знает и маленький офис, и туроператор, который много лет исполняет свои обязательства, то у нас хотя бы больше шансов, что он потом не исчезнет, вернет вам ваши загранпаспорта, и действительно страховой компания отработает весь порядок возврата вам средств, которые вы внесли. Ну вот в частности Нева, они объявили ведь не о банкротстве, они объявили о временном приостановлении своей деятельности, то есть они планируют, что в принципе эта ситуация каким-то образом разрешится, изменится. И вот у меня в связи с этим вопрос. Итак, они взяли на себя определенные риски, да, случился так или иначе какой-то форс-мажор, о котором мы глобально не можем знать, я так понимаю, что раз компания крупная, то они работают в разных абсолютно направлениях, и везде эти направления могли бы стрелить. Как-то так звезды сошлись, и все вот такое произошло. Но так или иначе, государство вмешивается ли в подобные ситуации, то есть когда происходит именно форс-мажор, и нужно в срочном порядке эвакуировать ли наших граждан, или помогать финансовой этой компании в частности, чтобы они исполнили свои обязательства, влияние на страховые или компании, то есть как регулируется роль государства во всей этой истории? Поняла. Ну, во-первых, первая роль государства, которую очень хорошо можно видеть, это то, что действительно благодаря изменениям закон, которые своевременно были внесены, там, в прошлом, позапрошлом году, вообще возникла сама система этих финансово-банковских гарантий, этой страховой, благодаря которым сейчас мы можем обратиться в страховую компанию и вернуть деньги за тур. Раньше такого ничего не было. То есть если туроператор исчезал, то деньги, соответственно, ваши исчезали вместе с этим туроператором. То вы едете на дачу и едете. Да, и вы едете на дачу. Сейчас туроператор, когда начинает осуществлять туроператорскую деятельность, он обязан страховать свою ответственность. И мы можем получить обратно деньги, внесенные за тур. Второе, то, что было изменено закон, это создание ассоциации турпомощи. Дело в том, что страховая компания, она немедленно, конечно, не может оказать содействие всем туристам, которые оказались в какой-то проблемной ситуации за рубежом, из-за того, что туроператор исчез. Поэтому создана ассоциация турпомощи, куда также туроператоры перечисляют средства. И в случае форс-мажора, как сейчас, наших туристов выводят оттуда благодаря этой ассоциации. То есть такой профсоюз большой? В общем, да. Помимо этого, сейчас я знаю Федеральное агентство по туризму, которое является главным исполнительным органом власти в сфере туризма. Оно встречалось и с страховой компанией, оно встречается постоянно с руководством НЕВА, чтобы какие-то моменты вот эти вот сглаживать, чтобы эта ситуация для этих тысяч туристов все-таки окончилась, насколько это возможно, сейчас благополучно. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 511-99-66. И у нас, кстати, есть один звонок, который мы готовы принять. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Какой отпуск предпочитает ваша собеседница лично? И на ваш взгляд, где безопаснее отдыхать в России или за границей? Вот так вот. Вопрос с пристрастием. Ну, давайте сначала с первой частью, точнее, со второй части разберемся, где все-таки безопаснее или выгоднее в России или же за рубежом. Ну, смотря что, понимать под безопаснее. Если мы имеем в виду безопасность личную, чтобы тебя там не ограбили, не обидели и так далее, то мы знаем, что есть и страны мира, где достаточно опасно отдыхать, потому что там напряженная политическая ситуация. Мы знаем, что есть регионы России, скажем так, более безопасные, есть менее безопасные. То есть это надо просто общую какую-то политическую ситуацию немножко улавливать. В любом случае, если себя вести неприлично, можно везде напороться. Да, потому что были случаи, когда в Египте, в прошлом году, мы знаем, летом были очень сильные волнения, когда гражданам России рекомендовали не выезжать в Египет. Звонили нам туристы, которые вообще не смотрели никогда телевизор, были в крайнем изумлении, что им турфирма звонит и говорит, что не выезжайте в Египет. Они об этом не подозревали. Что касается каких-то разниц между отпуском, границей и рубежом, то мы знаем, что сейчас и в России, и на Краснодарском крае тоже там есть очень комфортные средства размещения, есть очень интересные аттракционы, есть нацепримечательности наши, известные во всем мире. Мы по опросам, по многим, на третьем месте, по культурным ценностям, скажем так, есть. То есть здесь это выбор самого человека, что именно ему нужно. То есть если он действительно хочет по системе все включено, отдыхать в Турции, на берегу моря, чтобы его никто не беспокоил, и при этом кормили очень, тогда, наверное, действительно в Турции. А кто-то хочет в поход, как мне жена постоянно говорит, пойдем в поход. Кто-то хочет в поход, да. То есть это зависит от самого человека. Я сейчас вижу и в России условия есть созданы для комфортного отдыха. Есть направления за рубежом, которые очень, скажем так, уступают нашей стране по условиям отдыха, не говоря о том, что у нас во многих направлениях гораздо интереснее. Ну вот и первая часть. Мы подошли к вопросу, где вы лично предпочитаете... Вот так вот зрители волнуют вопрос, где вы лично предпочитаете отдыхать? На самом деле много где, потому что если у меня есть там, например, только два дня, то я с удовольствием под Торстан еф. То есть Елабагу там с прекрасными гостиницами, которые сейчас есть в Елабаге, мне представляется прекрасное направление, чтобы провести выходной день. В России очень много у нас в соседстве есть регионов, которые интересны, и которые с удовольствием можно съесть. Сейчас Крым есть, который я привела все мое детство в Крыму. То есть я бы с удовольствием, если будет отпуск, съездила бы и в Крым. У меня даже фотография есть с обезьянкой, где маленькие, маленькие, беленькие. Прекрасное воспоминание. Я бы хотел небольшой промежуточный итог подвести. Дело в том, что мы непосредственно на сайте, в группе ВКонтакте, которая так и называется Медиаканал Эфир 24, организовали некое голосование. Голосование о том, задали вопрос, как защитить свой отдых от неприятностей. И варианты были планировать отпуск самостоятельно, доверять только крупным фирмам и отдыхать на даче. Вот вы знаете, у нас поделилось 50 на 50. Это планировать отпуск самостоятельно и отдых на даче. И естественно, в связи со всеми событиями, видимо, доверять только крупным фирмам. Совсем упал, совсем мало голосов. Это связано только с недавним событием? Или это, как сказать, тенденция на протяжении какого-то определенного времени? Года, двух уже происходит падение, нет? Нет, на самом деле это общая мировая тенденция. То есть сейчас по статистике уже порядка 60% всех мировых туристов свой отпуск планируют самостоятельно. Без помощи туроператора, без помощи турагентства. Сейчас есть международные сети бронирования авиабилетов, международные сети бронирования гостиниц. И, соответственно, человек, который владеет языками, который, в принципе, уверен в своих силах, он может сам это все сделать для себя и рекламировать свой маршрут. Другой вопрос, что у нас в России пока этот процент ниже, потому что не все наши граждане настолько владеют английским языком. Некоторые боятся, некоторые не готовы еще, потому что мало путешествовали. У нас процент ниже, но динамика все равно, что все больше и больше людей путешествуют самостоятельно, без туроператора. То есть фактически интернет настолько шагнул вперед, что сейчас возможности действительно и бронировать, все делать самостоятельно. Вопрос следующий. Я сейчас хотел сказать в визовом плане. То есть когда происходит, что турист у нас остался, к примеру, за рубежом, и его время визы закончилось, в связи с, допустим, отказом или невозможностью вылететь. Не знаю, с туроператором что-то произошло, чарпер отменили и так далее и тому подобное. И, как правило, потом закрывают вообще визу этому человеку, в эту страну, или же там есть какие-то определенные? Нет, у нас в случае, если действительно такое случается не по вине туриста, который решил почему-то остаться, не выйти, когда ему необходимо, что тоже, к сожалению, случается до сих пор. Если случаются такие форс-мажорные ситуации, как сейчас с Невой, то потом государство просто по этим туристам отрабатывает эту ситуацию с консульствами, потому что перечни туристов есть, фамилии известны. То есть если у вас такое, у наших туристов, в частности, в Торстанце, вдруг такое произойдет, то тогда, пожалуйста, обращайтесь, будут им эту ситуацию с консульствами регулироваться. Ну что ж, давайте будем подводить итоги. Если вы согласились, точнее решились довериться какой-то туристической фирме и приобрели путевку, нужно в первую очередь сначала, я так понимаю, отмониторить, что это за компания, почитать отзывы, почитать предложения, сравнить, наверное, с другими фирмами. Что еще, какой функционал еще на предварительном этапе? Я поняла. Сначала действительно нужно определить оператора. Если вас агентство рекомендует какого-то оператора, пожалуйста, посмотрите действительно, почитайте, посмотрите сайт, потому что операторы бывают тоже, к сожалению, разные. Бывают недавно работающие, которые уже себя не очень хорошо рекомендовали. Другой вопрос – это выбор турагентства, то есть того посредника, который, в принципе, и делает всю работу, решает с туроператором. То есть все-таки просьба выбирать крупное турагентство, которое давно работает, потому что там и менеджеры, которые имеют большой опыт, которые не забудут позвонить туроператору, проверить время вашего вылета, не забудут проследить ваш паспорт за грант, уточнить вовремя, дали ли вам визу. Потому что действительно у нас очень большое количество агентств, которые сейчас работают. У нас в Казани больше 500 агентств. Если некоторые, мы знаем, в солидных офисах на протяжении 10-15 лет работают, то есть агентства, скажем так, состоящие от одного человека, которые, наверное, не имеют такого большого опыта работы в туризме или вообще никакого опыта работы в туризме тоже случается. Сейчас есть даже турагентства, которые вместе с ремонтом обуви, например, располагаются. Это же человек, в принципе, да, и тот же самый. Я бы не стала ехать через такое агентство, потому что нет гарантии, что действительно эти люди знают все подводные камни туризма, что они каким-то образом ваш отдых смогут обезопасить своей страны. От турагентства тоже много зависит. Еще информация, она в свободном доступе по поводу страховых компаний, в которых застрахован сам по себе оператор. Это же в свободном доступе, в принципе. Да, естественно. На это тоже нужно обратить внимание? То есть где застрахованы, что за страховая компания? Безусловно. Но надо сказать, что крупные туроператоры, давно работающие, поскольку им тоже не нужны никакие неприятности, естественно, они стараются страховаться тех страховых компаний, которые потом не исчезнут и свои обязательства не откажутся исполнять. У туроператоров, мне кажется, рисков в 10 раз больше, чем у кого-либо. То есть они еще рискуют от страховой компании. В туризме риски очень большие. Хорошо. Ну вот приобрели путевку предоплаты или оплата полной стоимости. Это уже на усмотрение самого туроператора? То есть я имею в виду денежный эквивалент? Я поняла. Но тут есть действительно такой очень большой вопрос. Дело в том, что когда вы приходите как турист к турагенту и вас просят аванс внести, это не просто так это просят, это для того, чтобы вам подтвердили ваше место в гостинице, для того, чтобы подтвердили ваше место в самолете. И чаще всего эти места как бы тут и оплачиваются, скорее всего, частично. Ну, фирма сама определяет. Да, аванс. Самое главное, чтобы вам дали все финансовые документы за этот аванс, чтобы не просто так вы отдали кому-то деньги и вам ничего за это не дали. Другой вопрос, что есть такой подводный камень, что многие туристы, они пришли домой, подумали, что они не хотят уже лететь сюда, а они хотят лететь в другое место. Или вообще они лететь не хотят. И они приходят в турагентство, и им говорят о том, что мы вам деньги не вернем. Или мы вернем, но ограниченное количество. И эта ситуация, она предусмотрена к закону о запасном туристской деятельности, что действительно туроператорам несет какие-то фактические расходы. И туристам, да. И туристы, он действительно перечисляет, уже подтверждает место в самолете, там гостиница, какие-то еще деньги перечисляет. И туристы деньги могут обратно не получить. Поэтому большая просьба ко всем туристам, если вы бронируете свой тур, вы понимаете, что не стоит завтра проходить и отказываться. И для этого есть страховка от невыезда, если вы беспокоитесь, что вы можете заболеть, или ваш родственники могут заболеть. Есть страховка от невыезда, но стоит не так дорого. Пожалуйста, страхуйтесь. Спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим телезрителям. Сегодня у меня в гостях был заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Екатерина Андреевна Барабанова. Спасибо вам большое за обстоятельную беседу. Мне даже стало спокойнее. Я, конечно, не являюсь, как сказать, пользователем туроператора НЕВА в данный момент, но мне как-то стало спокойнее за тех людей, которые попали в непростую ситуацию, учитывая, что организована и горячая линия поддержки. И остается пожелать лишь нашим жителям, это, конечно же, прекрасного, замечательного отдыха, чтобы он никогда не омрачался никакими факторами извне, ни вулканами, ни наводнениями, ни политическими вещами. Это была программа «Главные новости». В студии был Александр Федорович.